Чрезвычайные меры только что были предприняты. Многие из них мы видим впервые за всю историю, и многие из них имеют воистину рекордные масштабы. Чтобы полностью развязать руки федеральному правительству сегодня, я официально объявляю чрезвычайное положение. Два очень страшных слова. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Обязательно поставьте большой палец вверх, давайте наберем 2000 лайков, меня это мотивирует на создание новых видео. Большое спасибо за вашу поддержку. Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Чтобы вы понимали, ни один из президентов США ранее не объявлял национальное ЧП из-за эпидемий. Европа стала новым эпицентром пандемии. Из Европы поступает больше сообщений о новых заболевших, чем поступало из Китая на пике эпидемии в стране. Виталия предлагает выбирать, кого ставить на произвол судьбы из-за перегруженности медиков. Что же это значит для вас, как для биткоин-холдера или как для традиционного инвестора? Давайте выделим самые главные моменты выступления Трампа, которые длились два часа. Самые главные моменты, важные для вас, как для инвестора. Первое. Конечно же, введение чрезвычайного положения в Соединенных Штатах. Второе. Внедрение чрезвычайного плана готовности для госпиталей, а также четкие и жесткие правила для чрезвычайных центров, которые будут созданы в каждом штате. Третье. Штатам будет выделено 50 миллиардов долларов на мероприятия, связанные с решением задач в рамках чрезвычайного положения. Четвертое. Управление по продовольствию и медикаментам США экстренно одобрило автоматическую систему, позволяющую тестировать до 4000 человек в день. Поэтому, если вы сейчас в США, вы можете быстрее и проще пройти этот тест, чем в остальных странах мира. И пятое. Возможность при необходимости не соблюдать законы. Чтобы полностью развязать руки федеральному правительству, сегодня я официально объявляю чрезвычайное положение. Два очень страшных слова. Предпринимаемые действия освободят до 50 миллиардов долларов штатам для борьбы с этим кризисом и болезнью. Это очень важные деньги для локальных властей, и они у них будут. Я также запускаю внедрение чрезвычайных планов для госпиталей по всей стране. Это критически расширенные полномочия органов, возможность не соблюдать законы в отдельных случаях, расширение теле-хелф, дающие возможность удаленного посещения врача и прохождения тестов, возможность не соблюдать требования федеральных лицензий, так что врачи из разных штатов могли бы работать без ограничений. Они смогут делать все, что захотят, и все, что нужно будет сделать. Они знают, что им нужно делать. Теперь у них нет никаких ограничений. Теперь тест, который обычно занимал недели, проходит за несколько часов. На следующей неделе таких тестов будет доступно уже полмиллиона штук. Все это звучит прекрасно. Трамп заботится об американском народе. Но задумайтесь, насколько важно это на самом деле. Национальное чрезвычайное положение может стать национальным блокированием. Фактически США может стать новой Италией. И когда такие события происходят с такими нациями, как США, это влияет на всех нас. Это влияет на фондовые рынки, на рынки товаров и сырья, на криптовалютные рынки и биткоин. Также режим ЧП требует большого финансирования. И если он перетечет в режим национальной блокировки, то денег потребуется еще больше. Мы можем ожидать того, что деньги начнут печатать сумасшедшим безумием. Если США последует примеру Италии под давлением распространения вируса, мы будем наблюдать фактически самый безумный печатный станок в истории. Только за последние сутки ФРС напечатали 500 миллиардов долларов. Народный банк Китая напечатал 79 миллиардов долларов. Евросоюз напечатал 37 миллиардов долларов. Южная Корея 10 миллиардов. Японский банк 2 миллиарда. Великобритания 39 миллиардов. Италия более 8 миллиардов долларов. На самом деле, вот это и есть то, против чего и создавался биткоин. Правда, есть люди, которые говорят, что биткоин как проект провалился. Биткоин показал всему миру на этой неделе, что не способен выполнить свои обещания. Игра закончена для криптовалют. Ни один серьезный менеджер активов в жизни не вложит ни копейки в криптовалюту. А без вливания больших денег она быстро и заслуженно умрет. Прошу прощения, но этот товарищ не понимает ни то, что такое биткоин, ни то, как устроен рынок биткоина. Это очевидные вещи, которые лежат на поверхности. Теперь, когда эмоции остыли, вы можете с холодным сердцем оценить рационально ситуацию и понять следующие вещи. Первое. Вы кое-чему научились. Теперь вы знаете, как можете себя вести в таких обстоятельствах и сможете это использовать и корректировать в будущем. Фактически, теперь вы можете предсказывать свое поведение и поведение других людей на рынке в похожей ситуации. Это очень полезный навык. И второе. Теперь вы можете оценить причины краха биткоина и влияние этого краха на глобальную картину криптовалюты. Вы понимаете теперь, что в конце дня это практически не играет никакой роли. Вы увидели, как быстро мы отскочили от 3900 долларов. Вы поняли, что это было моментальное падение. Далее, не финансовый совет. Но, скорее всего, это падение было неестественным для рыночных циклов. Это было даже не падение, а ликвидация, недостаток ликвидности. Оно произошло не потому, что все проснулись и вдруг подумали, стоп, биткоин должен стоить 3000 долларов, давайте-ка быстро его туда опустим. Нет. Это был всего лишь недостаток ликвидности на рынке, который привел к большим ликвидациям на этом же рынке. Что касается, ни один серьезный менеджер не вложит ни копейки, а без вливаний больших денег криптовалюта умрет, на это может ответить только Андреас Антонолопус. Ты хотел институциональных инвесторов и массового принятия? Вот как это выглядит. Плевать на принципе децентрализации. Торгуем, как высоковолатильным активом. Просто острая специя в портфеле. Как только цена становится некомфортной, выбрасываем, как горячий картофель, который обжигает пальцы. Вот что такое большие деньги. Поэтому, товарищ MarketGeek, сначала разберись, а потом пиши про конец игры. Я начал наблюдать за крипторынком в далеком 2013 году, когда первая моя покупка биткоина оказалась неудачной, и я зафиксировал 50% убытки. И с тех пор я слышал, что биткоину конец уже столько раз, что хватило бы на целую книгу. Причем толще войны и мира. Вернемся к Трампу. Самой главной задачей Трампа на данный момент является только стимуляция падающей экономики. Это очевидно всем. Тем более на носу выборы. То, что падающая экономика сейчас творит, прямо отображается и на вас, если вы держите биткоин. Я уже упоминал, что ФРС пошла в обанки, наполнила рынок деньгами на сумму полтора триллионов долларов. Но я не подчеркивал, чтобы вы поняли, насколько это огромная сумма. Это самая большая сумма в истории, которую когда-либо резервная система единоразово выбрасывала на рынок для стимулирования экономики спасения от полнейшего краха. И это даже немного помогло, но если честно, пока не впечатляет. Больше похоже на отскок дохлой кошки. А эта финансовая стимуляция, которая происходит на наших глазах не только у ФРС, может оказаться чрезмерной. Еще раз подчеркиваю, таких денежных вливаний за такой период времени не было ни разу и никогда. И сейчас время, которое будет упущено для экономики из-за чрезвычайных положений, закрытий границ, разрывок цепочек поставок и так далее, играет очень большую роль. Сколько недель экономика проведет в таком состоянии? Четыре недели? Восемь? Может двенадцать? Просто посмотрите на цифры, они растут и в будущем. Нас ожидают еще более жесткие времена. Печатать денег придется еще больше, а сообщения между странами нарушатся тоже еще больше. Цитата из выступления Трампа. Этот вопрос обращен врачам и медикам. Исходя из траектории развития, когда эта вспышка найдет свой пик, как долго американцам придется жить в чрезвычайном положении? Ну, такие вспышки, как эта, очень сложно поддаются анализу, когда вы пытаетесь предсказать время, когда будет пик, и когда вспышка естественным путем заглохнет. Это очень сложно сделать. Если изучать примеры стран, которые не очень хорошо справлялись с удержанием распространения, то мы видим, что пик настает спустя несколько недель, а потом еще несколько недель происходит спад. Но то, что мы сейчас делаем, направлено на снижение этого пика. Я уже упоминал это, но очень важно напомнить снова, потому что это отвечает на ваш вопрос. Когда вы пытаетесь предотвратить заражение без запретов взаимодействий со стороны, например, без закрытия границ для людей, которые прилетают в вашу страну, тогда как вы вообще собираетесь справляться с тем, что уже есть в вашей стране? Нужно принимать меры и внутри страны, и предотвращать попадение инфекции извне страны. Успех всех этих мероприятий и даст нам ответ на ваш вопрос. Если наши меры будут успешными, времени уйдет меньше. И наоборот. Обычно такие вещи задыхаются за несколько месяцев. Надеемся, что мы уменьшим этот срок до нескольких недель. 8-9 недель, что-то в этом роде. Они обещают справиться с ситуацией за срок от 8 недель до нескольких месяцев. Столько времени экономики стран должны быть автономными. Трамп даже отменил проценты по федеральным студенческим кредитам до дальнейшего уведомления. Все для стимуляции, поддержания и спасения экономики. Чтобы помочь студентам и их семьям, я отменяю проценты по всем федеральным студенческим кредитам до следующего уведомления. Это очень хорошо для большинства студентов, которые остались ни с чем с закрытием образовательных учреждений. Из-за таких цен на нефть я также распорядился о покупке большого количества нефти для хранения в американском стратегическом резерве, который мы наполним до самых краев. Тем самым сэкономив американским налогоплательщикам миллиарды долларов, оказав помощь нашей индустрии нефти. Таким образом, двигая нас еще дальше к чудесной цели, в которой все сомневались, но которой мы достигли энергетической независимости. Мы сейчас в такой позиции, которая делает нас очень сильными, когда мы покупаем по таким ценам. Это то, что казалось невозможным еще неделю назад. Вы наверняка спрашиваете, а зачем Трамп сделал беспроцентные кредиты для студентов? Все очень просто, чтобы они тратили больше денег. Экономика потребления требует, чтобы потребители тратили больше денег, чтобы вы тратили больше денег. Все действия Трампа направлены на гипертрофированную стимуляцию экономики. И, возможно, Трамп хочет, чтобы вы тратили эти деньги на биткоин. В какие сумасшедшие времена мы живем, но это пройдет. И мы станем только сильнее. Врачи, избегайте рукопожатий и не трогайте вещи общего пользования. Трамп, ой, да по барабану мне. Меня зовут Богатейщий Ди. Зарабатывайте. И богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин